Уважаемый Александр Григорьевич, неделю назад вся страна очень внимательно следила за переговорами, которые проходили в Сочи. В очередной раз. В очередной раз. Переговоры по своей форме уже были очень интересны. Вначале встреча один на один с Владимиром Путиным за завтраком полтора часа. Затем спортивная пауза вместе с ним же в одной команде. После уже переговоры в расширенном формате. Кроме формы, очень важно еще и содержание. Много сейчас мнений, оценок на этот счет. Поясните, пожалуйста, более подробнее от первого лица. О чем, как проходили эти переговоры? Значит, что касается переговоров. Да, вы правильно отметили, что по форме это были своеобразные переговоры. Но когда мы присели там перекусить, за завтраком, как вы сказали, мы просидели полтора часа. Это был не столько завтрак. Завтрак там, может, занял 20 минут. Мы очень долго проговорили, и я намекнул в своем вступительном слове, что от седых времен до нынешнего момента вот этих столкновений, драк, споров мы дошли. И вышли на проблему Украины. Для нас это важно, особенно вам здесь совсем рядом. Вы знаете, что пострадали наши люди. Война абсолютно глупая, бестолковая, братоубийственная война. Этого быть не должно. Мы обсудили эту проблему, обсудили ближневосточную проблему, то, что творится сейчас в Сирии, в Идлибе. Вот это мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения и так далее. И я, конечно, аккуратно выводил этот разговор на то, что мы вместе многое сделали. Мы отстояли нашу страну, я ему напомнил, сколько погибло людей, сколько деревень было сожжено вместе с жителями. Он сказал о том, что 70% практически потерь – это россияне. Вот мы эту проблему животрепещущую обсуждали, и я спокойно перешел на советские времена. И напомнил потом ему аккуратно, что вот те скважины нефтедобывающие, газодобывающие, особенно с Гомеля, с Витебска, Могилева, да и с Минска. Самолеты летали вахтовым образом, бурили эти скважины и добывали нефть. Сегодня, увы, это не наше. И то, что бурили мы и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня с неким упроком, Владимир Владимирович сказал, и мы вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию. А Россия у себя продает это в полцены или одну треть цены, как, допустим, за природный газ. Но не надо забывать, что мы были в одной стране. И мы многое сделали для этой общей страны, отдавая в бюджет. И не надо забывать, что Россия – правоприемница Советского Союза. Ядерное оружие туда собрали, всю собственность за рубежом перешла к Российской Федерации. Мы от этого ничего не получили. И деньги, которые у населения были, мы в раз стали нищими, все деньги оказались там. И потом нас кинули с советским рублем, хотя обещали и так далее, и так далее. Все это напомнил. Мы немало сделали и немало пострадали. Но если вы правоприемница Советского Союза, так, пожалуйста, вы не уходите от тех обещаний, которые выдало советское правительство. Тогда, после взрыва на Чернобыле, почти 80% этой беды выпало на нас. И я ему говорю, хорошо, я не прошу там бесплатно на одну треть Беларуси по российским ценам хотя бы газ. Потому что люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива, торфом в силу вот этой беды. То есть, это такой, знаете, относительный был завтрак, относительный экскурс в историю с выходом на проблемы, которые нас сегодня волнуют. Мы, может быть, даже задержались еще и потому, что российская делегация в это время утром, когда мы сели за стол завтрака и переговоров, она не смогла вылететь с Москвы, погода не позволяла. А тем более, когда они подлетели к Сочи, им пришлось даже в минеральных водах приземлиться, и они опаздывали. Но там оказались все, кто вели переговоры, в том числе Дмитрий Козак, бывший вице-премьер, который занимался этими переговорами. И вот после этого всего завтрака мы сели за стол переговоров в расширенном составе. Первый вопрос, который мы обсуждали, строительство атомной станции. Вы знаете, что россияне сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции. Владимир Владимирович говорит, ну, слушай, мне надо будет платить по этим санкциям из бюджета, поэтому ты уж там посмотри, надо как-то договориться, ну, не гоже нам санкции этих начинать. Я говорю, хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту, мы же за их деньги строим, взяли у них кредит, как вы у китайцев, и процент высокий. Я говорю, давай сократим процент до того уровня, как вы строите, там, в Венгрии, потом, по-моему, во Вьетнаме, где-то около трех процентов. Это как раз санкции мы не будем вводить, а это то на то придется. Ну и кредит, коль вы сроки сорвали, кредит мы будем выплачивать, допустим, начнем выплачивать, возвращать деньги не через два года, а через пять. Логично? Логично. Ну, неуютно, неудобно, но договорились, что в этом плане мы будем договариваться. Другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку, а там большие деньги, или они подвигаются по срокам по кредиту. Это вполне нормально. Я вижу, отторжения у президента Путина на сей счет не было. Второй вопрос, который мы затронули, это вопрос поставки и цены по природному газу. И вот сейчас все упрекают меня там в этих телеграм-каналах, вот такой-сякой Лукашенко, он везде торгуется, вот он хочет для себя все вытащить. Ну, это, во-первых, моя работа. А во-вторых, я ничего лишнего не хочу. Мы в союзе, и не только союз Беларуси и России, а Евразийский экономический союз. И мы договорились, что здесь у нас будет торговля товарами, услугами и перемещение капиталов, особенно товары и услуги, без таможенных пошлин. А какой же союз, если нет равных условий для людей? Если нет равных условий для таких предприятий? Что такое у него? У вас 200 долларов, допустим, газ, электричество и прочее, а у таких предприятий в России 100 долларов или 80. Как с ними конкурировать? Значит, нам приходится меньше жечь электричество, в холодильнике работать, ну, ладно, что машина у вас еще дает тепло, зарплату людям меньшую платить и так далее и тому подобное. Вот вам и равные условия. Вот за что я борюсь с Россией и что я хочу от России. Ни в коем случае не дешевле. Пускай будет по 200 долларов, а не 127 природный газ, но как у россиян, так и у нас.